Это место возле села Шиклдах называется Карабодор. Житель села Дулат Мухамеджанов 8 лет назад оставил преподавательскую деятельность и переехал в этот населенный пункт. Получив кредит из фонда финансовой поддержки сельского хозяйства, начал собственное дело. Сегодня активно развивает крестьянское хозяйство, увеличивая поголовье скота. Начинал с 36 голов КРС, затем за счет нескольких кредитов постепенно увеличивал поголовье. Сейчас имею около 120 голов крупного рогатого скота, лошадей. Работаем потихоньку. Более полугода оплачивал только проценты. Начиная с этого года необходимо оплачивать кредит в размере 1 миллиона тенге. Условия программы неплохие. Вначале фермер на сумму кредитов в 5,5 миллионов тенге приобрел крупно рогатый скот. В прошлом году по госпрограмме ЕНБЕК ему было выделено 7 миллионов 800 тысяч тенге. Тогда он увеличил поголовье лошадей и обновил технику, а также трудоустроил пока что одного сельчанина. Планирую расширить свое хозяйство, приобрести еще скот и технику. Этого сельчанина хорошо знает местное население. В Шикалдаке он живет 40 лет, а крестьянское хозяйство открыл в далеком 2000 году. Сегодня большая часть поголовья его хозяйства составляют крупный рогатый скот и лошади. Есть свыше 200 голов телят и креэс, лошади, овцы также. Работаем, развиваем хозяйство. Фермер пользуется поддержкой со стороны государства. За счет субсидий ему удалось обновить всю технику. За счет субсидий я приобрел 4 трактора, 2 косилки. В планах довести поголовье крупного рогатого скота до 500 голов, а также увеличить поголовье лошадей. Один из тех, кто развивает овцеводство в селе Мирам-Бесенов. Крестьянское хозяйство, созданное ровно 10 лет назад, сегодня приносит свои плоды, благодаря эффективным государственным программам. В прошлом году взял кредит по дорожной карте бизнеса. Приобрел овец племенной породы. Сейчас у нас 90 голов, 5 миллионов тенге взял. Условия кредитов устраивает. Благодаря беззалоговому кредиту Мирам-Бесенов приобрел еще 92 овец. Я живу в этом вагончике, нам ее выдали. Планирую дом построить и поселиться вместе с семьей. Цель у этих сельчан одна – дальнейшее развитие животноводства. Тем более при поддержке государства привилегиями можно и нужно пользоваться, считает каждый из фермеров.